В область с рабочей поездкой прибыл исполнительный секретарь партии Аманат Асхат Уралов. В рамках программы «Визита» он проверил ход исполнения предвыборной программы партии в сельских населенных пунктах, а в Уральске провел ряд встреч с активом политорганизации и представителями интеллигенции, обсудив важность предстоящего референдума. Жители села Магистральное Теректинского района много лет поднимали вопрос о плохом состоянии подъездной дороги к селу. Проблема была включена в дорожную карту районной предвыборной программы партии прошлого года, но средств в местном бюджете не оказалось. В ходе встречи Асхат Уралов сообщил, что в этом году областным филиалом партии совместно с депутатами фракции Аманат было обеспечено выделение финансов. По данным представителей местного исполнительного органа, уже до конца текущего года будет произведен ремонт 1,8 километров дорог. Далее в селе Теректинский исполнительный секретарь партии Аманат ознакомился с ходом строительства районной поликлиники, рассчитанной на 200 посещений. Здание, где сейчас располагается медучреждение, было введено в эксплуатацию еще в 1972 году как гостиничный комплекс. В Теректинском районе больше 40 тысяч человек живет и нету отдельной поликлиники. Поэтому, согласно наказам населения, этот пункт был включен в предвыборную программу. И с привлечением депутатов, мажористов парламента, членов правительства, возьмем это вопрос на контроль и обязательно достроим эту поликлинику. И до конца буквально следующего года в райцентре должна появиться поликлиника, полная, современная, оборудованная, отвечающая всем требованиям. Озвучив и другие актуальные вопросы, Теректинцы заверили, что будут активными во всех сферах жизни страны. Будущий референдум для нас, для простых казахстанцев, я считаю, что это очень большой шанс отдается. Всем мы должны сплотиться вокруг президента, поддержать его, потому что никому нам не нужно разлад в обществе, мы все должны объединиться. Вот эта новая принятая конституция, она станет как бы воротами в новый Казахстан, новую республику, построение нового государства. Поэтому я уверена, что и Теректинцы, в том числе, примут самое активное участие. В этот же день в городе Уральск исполнительный секретарь партии встретился с коллективом и родителями, учащихся областной специализированной школой номер 8 для одаренных детей. В 2019 году здание было признано аварийным. В настоящее время дети учатся в школе номер 37. По словам родителей, данная ситуация создает неудобства и отражается на качестве образовательных процессов. По данным Акимата, в прошлом году была разработана ПСД на проведение капитального ремонта. Однако областная бюджетная комиссия не поддержала заявку. Этот вопрос теперь находится на партийном контроле и решится в ближайшее время. На встрече в Уральске с представителями интеллигенции Асхат Уралов отметил, что партия Аманат, глубоко понимая важность носимых в Конституцию поправок, полностью поддерживает проведение предстоящего референдума. Присутствовавшие на встрече также поддержали эту инициативу и выразили уверенность, что жители региона примут в нем активное участие. Вносятся изменения и дополнения почти в треть нашей Конституции. И я уверен, что наши соотечественники понимают всю важность этого политического события и проявят свою гражданскую позицию. Также в Уральске состоялось собрание областного актива партии Аманат, где были обсуждены вопросы трансформации партии и эффективной реализации проектов. На сегодня в регионе 219 первичных партийных организаций, объединяющих более 26 тысяч аманатовцев.